Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не напоминает ли тебе эту игру в кошки-мышки? Потому что мы зачищаем определенный район, определенный город, потом уходим, через какое-то время туда просачиваются инфильтранты, то есть те же самые боевики Хамаса, а взамен погибших встают новые, потому что заняться в секторе Гази решительно больше нечем, кроме как взять автомат и начать воевать. За это и деньги платят, и харчи раздают, и так далее. То есть получается как бы Сизифов труд. Ну, война с террором – это вообще очень тяжелая война. Намного проще воевать с регулярными армиями. Это понятно любому человеку, кто не рассуждает по поводу террористов тапчиков. Это большие военные специалисты, вот все про тапочки у вас не говорят. Люди, которые понимают в военном деле, дают себе отчет, насколько непростая задача сейчас стоит перед нашей. Давайте попробуем разобраться с этим. Это очень важный вопрос сейчас. С самого начала, когда началась война, когда началась, вернее, стухопутная фаза войны, первейшей задачей нашего командования, наших вооруженных сил, была физическая ликвидация главарей КАМАЗа командного звена. Ну, чем, так сказать, выше высокопоставление, тем лучше, но в целом была поставленная задача. И здесь успехи намного скромнее, чем в целом достижения напротив. Потому что по разным оценкам наших специалистов, и в данном случае я склонен доверять нашим экспертам намного больше, чем американским, по разным оценкам наших военных, мы ликвидировали из высокопоставленного звена. То есть, что такое высокопоставленное звено, я сейчас интерпретирую. Это начиная от командиров РОД и выше. То есть, командир РОД, командир среднего звена. Как это перевести в воинские звания приблизительно? А я не думаю, что это правильно переводить воинские звания сейчас. Потому что все-таки это террористическая организация, вы знаете. Нет, ну просто, чтобы аналог, это там, начиная с капитана или с майора. Я сознательно не хочу этого делать, потому что это таким образом, он, на мой взгляд, эвальвирует воинское звание офицеров приличных армий. Поэтому давайте мы останемся вот в категориях командир РОД, командир батальона, комбриг и так далее. Так вот, начиная с командиров РОД и выше, командир РОД, это на данном случае, мы можем говорить, что это командующий среднего уровня, командир среднего уровня. Потому что самое крупное подразделение, там бригада, соответственно, если... Так вот, примерно 20% ликвидировано физически. И тут очень интересный момент. С одной стороны, это говорит о том, что они очень искусно прячутся за спинами своих воинов, своих подчиненных и мирного населения. С другой стороны, это говорит о том, что у них высокие навыки вообще, так сказать, уходить с линии огня, и они свои жизни берегут. Тем не менее, и уровня командира бригад там ликвидировано немало их, так сказать, вот такого плана, даже министры правительства ликвидированы. Там такие люди, как командующие военно-морскими силами, командующие полицией. То есть там есть достижения в этом отношении. Но вот интересно, что, например, бригада Ханьюнесса была разгромлена в пухе праха. Однако командир бригады уцелел. И как только наши войска покинули Ханьюнесса, он просочился через некоторое время с остатками своих бойцов Ханьюнесса, завербовал новых боевиков, и с территории Ханьюнесса по нам возобновились архетами. То есть это говорит о том, что ликвидация боевиков как таковых, это, конечно, очень важно. Но это вторично все-таки по сравнению с ликвидацией командного состава, когда мы говорим про террористические организации. Теперь я тут вот совершенно тоже не согласен с постановкой вопроса вот американских экспертов, что мы там треть боевиков уничтожили, или там не треть. Это, вы знаете, статистика такая штука, смотря как считали. Вообще, сколько было хамасовцев до начала войны, да? Толком этого никто не знал. Это не мог никто сказать. И можно было об этом говорить только по количеству зарплат, которые выплачивались. Вот количество зарплат можно было прочитать более-менее. Это тоже не было. Это тех зарплат, которые выплачивались официально. А сколько выплачивались вот этим черным наликом, вы меня извините, раз в неделю или раз в две недели завозили чемодан долларами с разрешения нашего правительства, с разрешения нашего премьер-министра. Но, тем не менее, суммы-то были известны. И по различным посленным признакам, то, что называется на иврите Акслават Меда, то есть при поплесном формации, у нас было представление о том, сколько там примерно боевиков. И мы говорили о том, что там сам хамас, это приблизительно 30 тысяч штыков. И тут был вопрос большой, как считать полицию их, да? И все-таки я вот склонен воспринимать их полицию тоже как часть боевиков. И таким образом мы приходим где-то 37 тысячам. Но еще плюс исламский джихад и прочее. Это отдельно. Это мы сейчас выносим за скобки, потому что конкретно сейчас идет... Если мы говорим в целом исламский джихад, различные криминальные структуры крупные, там Народный фронт, все другие мелкие террористические организации, мы выходим примерно под 50 тысяч. Но сейчас речь идет про хамас. Потому что исламский джихад порядка 10 тысяч тоже было. Скажем, там 8-9 тоже по оценке нашей распределения. Это то, что в открытом доступе. Я никакой секретной информации сейчас не разглашу. Поэтому когда американцы говорят, что уничтожили треть, а от какого количества считать? Теперь что значит уничтожили? Имеется в виду только убитые? Они что, пришли туда, тела пересчитали? Или имеется в виду, допустим, те раненые... Нет, имеется в виду только убитые. То есть плюс раненые и как бы невосполнимые потери, это все плюс идет. Вот, теперь значит. Я в данном случае склонен доверять больше нашим военным оценкам. И мы говорим о том, что мы уничтожили под 15 тысяч. Под 15 тысяч, если мы говорим о том, что их было изначально 30 или там 37 вместе с полицией, то значит мы выходим примерно на 45 процентов, около под половину. Если мы туда плюсуем раненых, которые... А мы понимаем там, что очень часто человек, который там ранен, он в строй не возвращается, потому что уровень медицинской помощи там очень нет. То мы выходим на позиции примерно 2-3 личного состава нейтрализованных. Плюс давайте не будем забывать, что у нас порядка пару тысяч пленных. А их как считать? Как уничтоженных, как нейтрализованных, как вообще... Это впервые в истории Хамаса такое количество пленных. И эти пленные... Это просто кладезь информации, это нефтяные скважины информации. Вот эта операция по освобождению четырех тел, по вызволению четырех тел, это результат той оперативной информации по результате допросов этих пленных была достигнута. Да, я хочу напомнить, что наша служба общей безопасности Шабак вызвала на работу всех пенсионеров, всех, кто был в отставке. То есть количество следователей, которые ведут сейчас работу, оно просто зашкаливает. Такого количества не было никогда. Послушайте, наше государство, вот даже до своего образования, вот мы сто лет, изобретяне мы сто лет воюем. Сто лет... Вот мы уже все, все войны мы, которые... Вот война, пленитивный удар шестидневный, мы ее узнали. Широкомасштабная такая спецоперация в пустыне, операция Кадыш. Самая интересная, кстати, с точки зрения тактических приемов, война в истории Израиля, мы это знали. Война, когда на нас внезапно напали 50 лет назад, судный день, мы ее познали. И такой войны никогда не было. Вот просто, более того, не то, что у нас не было, в минии такой войны ни одна армия не было. Но при этом все лезут советовать, все лезут советовать и говорят, вы неправильно воюете, вы мало бережете мирные населения, вы плохо снабжаете их продовольствие. Да, американцы же, когда воевали в Ираке, первое, что они делали, это снабжали Ирак продовольствием, они с этого начинали военные действия. То есть, это уровень цинизма и уровень вот этого ханжества. Даже наших друзей, там, таких американцев, он совершенно не, ну, вообще не укладывается в голове. Давайте вспомним, что американцы во Вьетнаме творили. Ну так. Давайте вспомним. В Вьетнаме это было давно. Давай вспомним, что они в Ираке творили. Что они в Ираке. Да, Ираке. А когда нам начинают читать морали российских пропагандистов, я даже не хочу это критиковать как-то. Ну, там просто уровень деградации вообще. Вот как я не хочу приравнивать воинские звания террористов к армии, так я не хочу тех вот людей называть журналистов, потому что роняет, ну, как бы статус, имидж нашей с вами профессии. Ну, как можно назвать Соловьева журналистом, я не знаю просто. Вот. Но давайте вернемся, тем не менее. Значит, я об этом уже неоднократно говорил. Сейчас Израиль заполонен, заполонен просто вот огромным количеством, ну, я не хочу использовать слово шпионы, да, ну, сотрудников различных спецслужб, добывающих информацию легальным, полулегальным, нелегальным. О том, как Израиль воюет, да. Да, о том, как Израиль воет, потому что никто никогда так не воевал, такую войну никто никогда не делал, и теперь американцы значительную часть своих сотрудников присылают легально, кого-то нелегально, и работают комиссии, которые, их прислал сюда и Пентагон, специалисты из Вестпоинта, и независимые эксперты собирают информацию, и оценки очень, в общем-то, они созвучны. В данном случае, неважно, сколько мы уничтожили, 40%, 30%, 50%, это абсолютная семантика. Я говорю, это в зависимости, что взять за 100%, и как считать. Это, знаете, вот этой статистикой можно потерять одно место. Факт остается фактом. Хамасу нанесен колоссальный ущерб. Хамас, его надежды на то, что вот эти их партификационные системы подземные, их спасут в плане, так сказать, вот остановят наше наступление, не оправдалось. И вместе с тем, мы сейчас понимаем, что уничтожение Хамаса вооруженным путем, оно возможно, но это процесс несопоставимо более долгий, длительный, чем подавляющее число военных экспертов, и я в том числе, чем мы предполагали изначально, потому что, потому что, еще раз подчеркиваю, такой войны никто никогда не вел, и так далее. Нет, ну еще за руки хватают со всех сторон. То есть, если бы... Тут, правда, надо отметить два аспекта, два аспекта, очень важно. Во-первых, хватают за руки, и, конечно, такое свинство от американцев было сложно ожидать. А во-вторых, вот эти вот наши, вот это состояние на реке Урге, которая, так сказать, в кавычках, которая остановила наше наступление на два-два с половиной месяца как минимум, и если вынести за скобки, может, если мы эти два месяца долбали ХАМАЗ так, как мы то и сейчас это делаем, так мы, может быть, действительно их будем разгромить. Но сейчас это уже не важно, то, что прошло, прошло, это мы не будем сейчас над кролидаем алофом, так сказать, сожалеть. Тут сейчас важно следующее. Уже даже американские эксперты, уважаемые и авторитетные в мире, говорят четким текстом, независимые эксперты что поведение американской администрации в Белом доме не просто мешает Израиле закончить дело, но и наносит прямой ущерб палестинцам, палестинскому народу, потому что приводит к большим жертвам. Если бы израильтянам дали быстро закончить работу и не тормозили наши действия, то дело бы уже было закончено. А американское вмешательство удлиняет процесс. Все равно, что намеренно затягивать операцию, которую делают без наркоза. Я такие привожу аналогии. Я бы по-другому сказал, рубить собаке хвост по частям. Но, кстати, кроме того, что это затягивает операцию, их поведение, их высказывания на 99% было причиной того, что сорвалась обменная сделка. Потому что Хамас только начинал вроде идти на согласие, вдруг заявление от Байдена остановиться, давайте переговоры и так далее. Они сразу повышали ставки. Я в этом отношении с вами не согласен. Я считаю, и в данном случае я готов выступить, редкий случай, я это скажу, но я готов выступить адвокатом нашему политическому руководству и премьер-министру. Я считаю, что Хамас не планировал завершить успехом вторую сделку, которая сорвалась. я считаю, что он не ставил перед собой таких задач, а задачу он ставил перед собой максимально эмоционально истощить израильское общество, внести в него максимальный уровень раскола и разбить наше внутреннее и в этом отношении Хамас достиг больших успехов. Вообще информационную войну, если на поле боя мы пьем Хамас нокаут, то информационную войну мы проигрываем в нокаут Хамасу. Это надо признать, наши военные не осознали до сих пор, и говорю, когда слово военные, я не имею в виду командира батальона, а я имею в виду начальника агенштаба, министра обороны, премьер-министра, руководство высшего взгляда. Неосознанно нашим военно-политическим руководством, что современные войны это войны гибридные, где помимо брутального физического фронта военного существует политический, пропагандистский, экономический, и победы только на поле боя достичь невозможно в таком области. Не понимают сейчас это наши лидеры. При всем моем уважении к и тот же Натанья, у которого я терпеть не могу лично, как бы я об этом много раз говорил, но я не отрицаю того факта, что он человек умный и очень опытный. Но этот человек уже очень немолодой. И вот эти все люди, которым сейчас в районе 70-70+, которые в свое время еще многие из них успели повоевать в израильских войнах, в войну судного дня, будучи совсем молодыми людьми, так вот, они живут в позавчерашнем дне с точки зрения геополитики. поучиться бы у украинцев, что такое современная гибридная война. Потому что иначе все происходит и сейчас. И мы в этом отношении как будто дети малы. И парадокс такой, наши военные на поле боя проявляют чудеса изобретательности, тактического мастерства, оперативных навыков, героизма и так далее, а наше геополитическое руководство просто все это разбазаривает, все эти достижения. И я тут даже не важно, я сейчас не говорю, сейчас левые и правые, это ведут все, без исключения те люди, которые находятся сейчас у руля. Нет вот этого осознания, что сейчас иначе военные действия ведутся. Я больше хотел бы добавить, Григорий, что смотри, то есть для проведения пропагандистской кампании есть блестящие специалисты, есть блестящие специалисты пиара. И в Голливуде есть, так сказать, наши люди, которые могли бы снимать и ролики. И все. То есть для этого необходимо политическая воля, необходимо решение, необходим бюджет. Все очень просто. Стратегия, бюджет, осознание важности, целеположение. Опять же, когда ставятся, когда ведутся боевые действия, первое, что делать, ставится боевая задача. Задача должна быть поставлена. Вот, кстати, Бен-Гурион когда-то, вот когда должен был Израиль быть создан, он эти вещи осознал. И он еще в те времена, он работал не с американским истеблишментом, а он работал с американскими журналистами не только евреями, самыми разными. И он общественное мнение США готовил к тому, что должно быть провозглашено государство Израиля. Он специально для этого посылал людей, ту же самую Голду Мейер, того же самого Тедди Коллега в Соединенные Штаты, для того, чтобы работать с людьми, с народом, с избирателями, с американским народом. А мы работаем с американским народом сейчас. Мы работаем с американцами, обычными американцами. Да ни черта мы не делаем. Да, мы делаем. Я осмелюсь оспорить. Мы делаем, мы работаем с американским народом. Мы взяли и закрыли корпункт Associated Press, ведущий новостного телеканала, новостной компании Соединенных Штатов, которая смотрит вся Америка и весь мир. Мы ее взяли и закрыли, а через два дня открыли. Потому что идиоты вообще не понимают, что они делают. Я просто, вы знаете, я просто, вообще у меня даже нет слов, чтобы прокомментировать. Значит, ну хорошо. Они ведут свои репортажи с балкона. Давайте объясним, за что, собственно, их закрыли. С Дирот, прифронтовая полоса, они ведут репортажи с балкона в С Дироте. Эти репортажи сливаются с Аль-Джазирой и наносят конкретный вред нашей армии. Они ведут, я поясню, прямой эфир. Они ведут прямой эфир, то есть они с высотного здания достают там полгазы и в прямом эфире видно, как передвигаются наши солдаты, куда движутся наши танки и так далее. На самом деле, это, наверное, не очень, так сказать, здорово. Нет, это, послушайте, это очень, вот я говорил когда про шпионаж, вот это одна из его форумов. Теперь, ну что делать, слушайте, ну у нас военная боющая страна, высокотехнологичная, ну поставьте туда средств радиоэлектронной борьбы, включите этажом ниже, введите туда шабак, пусть они в это вкищат. Все, на этом репортаж закончится. Ну на этом репортаж закончится. Хорошо, вы хотите... Можно было им дать распоряжение покинуть эту зону, вот и все. То есть не закрывать, не реквизировать аппаратуру, как они там ломили. Это, это, мы же рейдеры. Вот, значит, хорошо, ладно, не хотите вы так действовать с методикой спецслужб, пришлите полицейскую машину с ордером, в зоне введения военных действий, у нас закон, вот мы в состоянии войны, война объявлена, все, покиньте в течение двух часов и припроводите их оттуда и все. То есть масса есть, нет, делают самое глупое, самое малоэффективное и самое уязвимое, что только можно сделать, чтобы мы... Самое антипиарное, если можно так выразиться. Да. Мы говорим про пиар, мы говорим про имидж Израиля, то есть вот большего, там, я не знаю, как это помягче выразиться, но ведра дерьма... Это называется вредительство, это называется вредительство. Это, как говорят на рейдере, выстрелить себе в ногу. Ну, я не знаю, ну, вроде мы на нация хай-тека, не знаю, меня вот это бесит. Так много специалистов умных, так много умных израильтян. Да, но министр, министр это идиот, и посмотри, это министр, министр связи, который отдал это распоряжение, кто он такой, он что-то в этом разбирается, ему захотелось перед своими избирателями показать, какой он крутой. Показал. В результате премьер-министру пришлось извиняться там перед американцами и все пустить наоборот. В общем, без комментариев. Без комментариев. Давай вернемся, давай вернемся в газу. Я бы хотел вот еще какой вопрос задать, когда мы говорили о сотрудничестве и взаимодействии с Египтом, с египетской армией. Это сотрудничество у нас многолетнее, идет оно давно. Но вот сейчас, когда наши заняли, так сказать, отрезали Рафиах от границы и почти заняли Феодельфийский коридор, почти полностью, вдруг совершенно случайно выяснилось, что там огромное количество туннелей, ни один, ни два, и ни три, целая сеть туннелей, которая ведет на Синайский полуостров, на территорию Египта и через который происходит и происходит происходило снабжение Хамаса всем необходимым, в том числе оружием, боеприпасами, топливом и так далее. Наши об этом не знали. Почему? Почему только сейчас вообще начали этим заниматься? И где вообще египтяне? Я объясню сейчас. Это важный вопрос. Дело в том, что нашим военным не могло прийти в голову, каков уровень коррупции среди высшего военного руководства и среднего военного руководства. То есть это абсолютно криминальная история. Там нету никакого желания намеренного подорвать обороноспособность Израиля. Там просто деньги и ничего лишнего. Это просто коррупционная схема, каким образом могли египетские офицеры решать свои материальные проблемы. Но я хочу вопрос поставить шире. Если мы хотим остаться на карте Ближнего Востока, если мы не хотим повторить судьбу Кибуцабери как государство, нам нужно полностью переформатировать наши взаимоотношения с Египтом. И прежде всего осознать, что на сегодняшний день это государство, связанное с нами, с проверенными временем мирными договоренностями, временем обстоятельств, однако имеющее 16 полнокровных боевых дивизий, 4 из которых бронетанковые. Это государство, которое увеличило за последние два с половиной года на четверть свой танковый парк. Против кого они эти танки намерены применить? Кто у них может быть еще условным противником? Их инженерные войска самые квалифицированные инженерные войска в мире, потому что они занимаются постоянно обслуживанием Суэцкого канала. У них опыт колоссальный у них инженерных войсок. Они в состоянии в течение 48 часов развернуть 4 дивизии в любой точке Ближнего и Среднего Востока. Кстати, для меня большой вопрос, почему они принимают десантную операцию в Йемене, потому что они самая пострадавшая от йеменских пиратов сторона. Если мы хотим продолжать с ними разговаривать, паэтетно не заискивать перед ними, нам надо осознать, что они являются, будучи нашими партнерами, я не хочу использовать слово союзники, потому что это не совсем верно, партнерами, однако они являются грозной военной силой, и мы не можем исходить из предпосылки, что имея господство в воздухе, имея могущественные ВВС, мы сможем нейтрализовать их в любой ситуации. Мы уже были в таких позициях 50 лет назад. Войну Судного дня, и это чуть было не закончилось для нас катастрофой. Найдется у нас сегодня второй Ариэль Шарон, который поймет, куда и когда нужно ударить на стык каких армий соленое озеро пересечь. Да, и при этом не выполнять распоряжение вышестоящего начальства. Да, но у Шарона вообще была такая привычка профессиональная не выполнять приказ. Он всю жизнь занимался тем, что не выполнял. Выключай, выключай рацию, типа я тебя не слышу. Но, опять же, победителей не судят, поэтому, ну, неважно, сейчас мы откликлись. Так вот, нам надо увеличивать нашу армию. Нам надо переформатировать нашу армию. Нам нужны новые полнокровные пехотные подразделения, бригады, батальоны и так далее. И нам нужно дать понять нашим соседям, партнерам и врагам, что наша армия достаточно сильна и многочисленна для того, чтобы решить любую боевую задачу. Тем более, что нам предстоит операция. Кстати сказать, по поводу Севера, кстати сказать, по поводу Севера, в прессу попадает все больше и больше информации, говорящей о том, что, ну, фактически, вот последние приготовления нашей армии доводят до ума. Я уже несколько дней нахожусь в командировке в Европе, поэтому я не контактирую напрямую со своими друзьями и коллегами, которые сейчас находятся в армии, я не получаю информацию. Опять же, я не все, что мне рассказывают, я говорю, понятно, но то, что это, когда это созвучно с информацией из-за татахистончиков, я считаю, что я могу об этом сказать. так вот, наша армия лихорадочно готовилась все это время к военным действиям на севере, мы только ждем препятствий. Вот сейчас вопрос исключительно за политической волей наших лидеров, чтобы начать дело и сделать его хорошо. Ну, насчет политической воли три раза ха. Кстати, я хотел маленькую реплику закончить с Египтом. Мы еще должны не забывать одну вещь, что сегодня там правит президент Аль-Сиси, очень, так сказать, наш, с которым можно вести дела, завтра там может прийти другое. Мы помним, как пришел президент Мурси, причем в результате абсолютно демократических выборов. Президент Мурси, который был лидером братьев мусульман. А я вам скажу, почему у него же были планы очень агрессивные по отношению к этому. Конечно. И он не смог их осуществить, потому что армия саботировала его на месте. Армия не хотела, потому что армия была занята. Почему? Потому что офицеры высшего уровня, генералы египетские, были вовлечены в определенные коммерческие схемы вместе с израильскими коллегами. Это было все полуофициально, можно так сказать. И они не хотели терять, так сказать, с одной стороны верные доходы, с другой стороны рисковать. Секундочку, секундочку, говоришь. А не имеете ли вы в виду вот те самые туннели, о которых мы сейчас говорим? Нет, я сказал полуофициальные вещи, а тут моя речь идет про криминал, это абсолютно разное. Прошла информация, что сын президента тоже имеет какие-то коммерческие интересы в этих подземных туннелях, через которые идет вся поставка в газу. Ну, этим пусть занимаются наши службы и следственные органы Египта, так сказать, да, я не думаю, что у меня есть право обвинять семью президента Египта напрямую в таких действиях, на основании слухов, да, по крайней мере. Однако, давайте не будем забывать, Египет, это наш партнер, это наш партнер. Вот хотим мы этого или нет, плохо или это хорошо, это по факту наш партнер, однако это коррумпированная восточная арабская страна и тут коррупция правит правит Балтси. Григорий, последний вопрос, то, что произошло в Иране, а как вы расцениваете, будут ли какие-то изменения в политике Ирана и к чему нам готовиться? Ну, соответственно, политика Ирана непосредственно связана с Хизбалой, которую вы только что упомянули. Те, кто говорит, что это никак не повлияет, они не понимают, как устроен Иран изнутри. По меньшей мере, два конкретных результата. Во-первых, в Иране через 50 дней должны быть выборы в иранской конституции. Я не удивлюсь, если во время этих выборов начнется очередной волны, так сказать, недовольства, которые могут перерасти в революцию. Это первое. А второе, давайте не забывать, что помимо президента, погиб еще министр странное дело. Это человек, который лично занимался, профессионально отвечал за укрепление связи с Хизбалой, с сирийским режимом и так далее. И поэтому, а там же это же все тоталитарная система, это все построено на личных связях, на личных отношениях. Поэтому, конечно, я не хочу сказать, что все, теперь мы можем спать спокойно, иранские грозы нет. Это не так. Но то, что сдохли наши враги поганые, и нам от этого немножко станет легче дышать, это тоже верно. Теперь давайте не будем забывать, что их там этот духовный лидер, этот поэт персидской песни, ему за 80, и он, в общем, довольно больной человек, а президент, которого сожрал сирийский медведь, ему, его прочили в преемнике. Вот. Кстати, тоже такой момент, теперь, видимо, вероятным преемником станет сын вот этого вот, который там подохнет рано или поздно. Ну, это вопрос дискуссионный, там очень много претендентов, ну, немного, но, по крайней мере, несколько. Я не исключаю, что начнется какая-то война гражданская, что там будет революция, но, в любом случае, это обвергает Иран в некую такую потенциальную турбулентность политическую. Поэтому сирийский медведь знает свой день, а также туман войны. Спасибо. Григорий Тамар, военный историк, офицер армии обороны Израиля в отставке, журналист. Подписывайтесь на канал Григория Тамара в Ютубе, там интересная и свежая информация. Ну, и вот израильский кофе, израильский кофе, лучший кофе в мире. Это мы, как бы, такую рекламу делаем совершенно, совершенно забесплатно. Григорий, успехов в командировке, ждем возвращения на родину. Всего доброго, до свидания. До свидания.